Время новостей на канале УТС В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Какие объекты подключают в первую очередь и когда ждать тепла в жилых домах. Поставили ребенка на ноги. Как 3D-технологии в медицине помогают при редких заболеваниях. Тысяча новых и разных изданий за три дня. Как прошел фестиваль «Книжная Сибирь» в Новосибирске. С сегодняшнего дня в Новосибирске начался отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Кудрявцев. Тепло в квартирах новосибирцев станет не сразу. Подключение пройдет поэтапно. В первую очередь подключат школы, детские сады, больницы, поликлиники, а также организации с круглосуточным пребыванием детей. С 18 сентября в жилых домах, объектах муниципальной бюджетной сферы, школах, колледжах и вузах. Последний этап завершится 30 сентября. Уже известен график подачи отопления в жилые дома Новосибирска. Когда батареи станут горячими, можно узнать в УК или на сайте энергетической компании. Отопительный сезон начинается, когда на протяжении пяти дней температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов. Напомним, 9 сентября в Новосибирске досрочно подключили к отоплению 12 детских садов. Новая электричка для пригородных перевозок скоро прибудет в Новосибирск. Она станет шестой по счету в планах закупок на этот год. Теперь новые электропоезда формируют 30% всего подвижного состава. Закупки техники, отражение роста пассажиропотока. Прибавка этого года на 2 миллиона, до 24 миллионов человек. Если говорить про динамику проезда пассажиров по направлениям, она практически сохраняется на протяжении последних пяти лет, за исключением города Новосибирска. Город показывает стремительный рост. Если 5 лет назад 22% пассажиров ездили в границу города, то сейчас это уже 30% пассажиров. Сегодня на оперативном совещании правительства речь шла и о мультимодальных маршрутах. Пассажиры с районного автобуса пересаживаются на электричку и обратно. Работа началась год назад. Учтены интересы самых дальних территорий. Введены сервисы по продаже билетов не только на ЖД-станциях, но далеко не все вопросы еще решены. Например, есть проблемы с парковочным пространством станции, на что обратил внимание, ставив задачи губернатора Андрей Травников. Окончательная оптимизация автобусных маршрутов, стыковочных маршрутов для подвоза пассажиров на электричке и организация парковочных пространств. Толе Викторович, помечайте себе тоже совместно с муниципалитетами, с городом Новосибирском, с прилегающими муниципалитетами в первую очередь. Готовьте предложения по организации парковочных пространств. Ну а по привокзальной площади в городе Барабинске глава напомнит, я обращал внимание на этот бардак еще год назад во время рабочей поездки. В Сдвинском районе вывели всю технику на поля, пока позволяет сухая погода. Одни готовят землю под ржай будущего года, другие его собирают. Стараются успеть и то, что сохранилось, и еще имеют товарный вид. О ситуации в хозяйстве Буримова расскажем далее. В хозяйстве Буримова зерновыми и масличными культурами занято около 3000 гектар. Возделывают пшеницу, ячмень, овес, гречиху, рожь, рапс, лен. Поля озимой пшеницы уже опустили. Их успели обмолотить до ненастя. Урожай порадовал. На отдельных участках брали до 35 центнеров с гектара. И получилось то, что мы убрали. Вот это самое хорошее. Ну и по цене мы его сдали на татарку. В принципе, нормально. То, что сегодня цены предлагают, это даже смешно. И плакать хочется. 5,50. Сегодня техника работает на рапсовом поле, несмотря на повышенную влажность почвы. Семя собирают способом прямого комбинирования. Это вынужденная мера. Частично он уже начал раскрываться, потому что дожди, потом сухо. И стручок начал раскрываться. Свалить мы не рискнули, потому что при такой погоде рисковать не стали. А вот то, что есть сегодня, ну, вы видите, вот комбайн ходит, да, по полю. Ну, удовлетворения от того, что он ходит, никакого нет. Культура пострадала от засухи. Урожайность чуть более трёх центнеров с гектара. Чтобы набрать полный бункер комбайна, уходит часа четыре. К тому же техника чаще стоит на поле, чем молотит. Приехали сюда 10, мы только техничили до 12. Продували, всё чистили, все решёти закрывали. Сейчас вот бункер набью, опять надо лезть и всё продувать. Сейчас там это вот 10 стоим сухого, а там он заберёшь, ну там канавы, вода стоит. Буксуем, всё забивает, чистим. Но убираем. Механизаторы стараются успеть до ненасти обработать поля, подготовить почву под весенний сев. Работать на таком поле, говорит Александр, непросто. Конечно, непросто. Буксуют, вот, ехал, ехал, всё. Выдернул, ну вот, и огрех будет, как говорится. Но это уже не вина, не моя ничья. Теперь она не высохнет, и всё, а снег ляжет, и всё, и отпахались. Или ещё дождь, ещё неделю дождей, и всё, можно ставить трактора на прикол. От общей площади сева в фермерском хозяйстве обмолотили 17%. Сегодня крестьян радуют, что синоптики обещают сухую, тёплую погоду. Татьяна Кияева, Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Совместными усилиями жители Советского района Новосибирска знают, как благоустроить свой двор. Проявили инициативу, предложили свои руки и даже нашли деньги. Теперь у них новые тротуары и освещение. Подробнее о механизме инициативного бюджетирования расскажет мой коллега Александр Сульдин. Может, даже тогда побольше? 80. А метр давайте сделаем. На каком расстоянии будет расти кустарник, дёрен белый, решают сообща, как и многие другие вопросы. Дом на улице Приморской 24-2 сдали три года назад. Жильцы благоустройством были недовольны. Асфальтированный путь до школы и остановки долгий и небезопасный. Несутся автомобили с Советского шоссе. Напрямую добраться можно в два раза быстрее, но не каждый идущий осилит дорогу. Ходили на остановку, и там просто было всё в глине. Ты проваливаешься по самому щиколотку, дети с соседних домов входят тут в школу. Земли никому не принадлежат, и никто не брался брать, что-то делать. Обратились к депутату городского совета Антону Бурмистрову. Узнали об инициативном бюджетировании. Возможность получить софинансирование из городской казны. Механизм простой. Город готов вложить деньги в проект, но и вторая сторона тоже участвует. Надо собрать инициативную группу, которая проголосует, которая оформит бумажки и так далее. Со своей стороны, естественно, учитывая то, что это самый первый инициативный проект в городе Новосибирске, мы ещё сами не знали, даже когда принимали вот эти правила, мы ещё сами не понимали, как это всё работает. Трудно быть первым, но вполне почётно и ответственно. Бюрократические тонкости победили и даже по итогам внесли поправки в правила предоставления и инициативного бюджетирования. Жители дома времени не теряли. За свой счёт приобрели и поставили лестницу. С помощью команды депутата установили фонарь. Управляющая компания помогла подключить к электросетям. Здесь мы сделали склон, чтобы вода не лилась, потому что это сплошная глина. Укрепили, геосетка. Управляющая компания помогла с финансами в этом плане. Посадили кусты, ухаживали за этим. Ну вот, в общем, администрация увидела это всё и начали быстрее делать дорожку. Вот, мы были очень счастливы в этом плане. Сейчас новый этап – субботник. В основном мы работали над проектом морально. Собирались, обсуждали, переписывали бумаги, уговаривали соседей. А сейчас можно и физически немножечко напрячься, зато будет красиво. Посадим вот такой же кустарник. То есть он пойдёт в продолжение. И когда он разрастётся, мы планируем, что будем подстригать его, формировать, чтобы была такая, как изгородь. В этом году в Новосибирске планируют реализовать ещё несколько проектов. В районах области инициативное бюджетирование активно используют уже несколько лет. Занимаются благоустройством, ремонтом участков дорог или приводят в порядок памятные места населённых пунктов. Александр Сульдин, Наталья Цопина, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Снова может играть в футбол. Новосибирские хирурги провели уникальную операцию мальчику с патологией развития бедра. Врачи установили ему 3D-конструкцию кости. Такие нестандартные операции в России выполняют лишь в нескольких крупнейших центрах страны, в том числе в нашем НИИТО. У 10-летнего Максима Баранова это уже 13-е хирургическое вмешательство. Как сейчас себя чувствует юный пациент? Первые деньки-то не сильно он упался, но ничего, хорошо. Завтра выписка. Вопросов у папы немало. Один из главных – транспортировка до Кемерово. Сидеть Максиму пока нельзя. Неделя прошла после операции. Всего же у мальчика их было больше 10. Знает, как подготовиться к хирургическим вмешательствам психологически. Ну, все равно, как бы, нервничаю. Ну, уже прям, как было здесь первый раз, то, что я аж плакал. Сейчас нет. Сейчас спокойно. О проблеме узнали, когда Максиму было 3 года. Дома поскользнулся и упал перелом бедра. После тщательного обследования выявили причину. Фиброзная остеодисплазия, известное заболевание, оно нечастое, редкое. Но оно проявляет себя в различных внешних ортопедических изменениях. Если говорить конкретно об этом случае, череда операций, череда переломов, несостоятельная костная ткань. Все это привело к сложной деформации бедра. Ограничения были у нас в движении. То есть нам нельзя было травмироваться, нам нельзя было падать. Если бы мы упали, это был бы опять очередной перелом. Это могли бы быть тяжелые последствия. Говорили, что смог бы мы вообще ходить или нет. Слава богу, так прошло, что мы без травм обошлись. Но при этом ребенок вел активный образ жизни. Он сидел дома, он играл в футбол с детьми, также на площадке, не боялся. Обследовали в Сургуте. Первые операции проводили в Кемерове. Когда понадобился нестандартный подход, нашли в интернете информацию о новосибирских врачах. В клинике детской ортопедии НИИТО накоплен значительный опыт хирургии тяжелых деформаций. Максиму изготовили индивидуальную 3D-пластину из титана. До установки металлоконструкции требовалось тщательное трехмерное планирование. Была на принтере распечатана истинная модель костной ткани. Соответствующие шаблоны, которые позволяли нам на правильном уровне уложить шаблон, выполнить сечение костной ткани. В дальнейшем с помощью другого шаблона сместить на необходимое расстояние костную ткань и потом уже фиксировать. Без хирургического лечения юному пациенту грозили бы инвалидизация, риск повторяющихся переломов и раннего артроза тазобедренного сустава. Выполнили своевременно. Бедренная кость должна восстановиться, улучшится функция походки и качество жизни станет выше. Пластина не будет мешать росту мальчика. Уберут ее, когда костная ткань окончательно перестроится. После операции опытный вратарь Максим в футбол играет на планшете. Пересматривает и любимые фильмы. Фильмы? Человек-паук. Нет пути домой. Хочется быть супергероем? Да. И геройские задатки есть. Сила воли плюс характер. С таким настроем Максим обязательно придет к победе. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новость ОТС. Хорошо усваивается и удобно в применении. В Новосибирске молодые ученые разрабатывают новый препарат для офтальмологии и терапии воспалительных заболеваний внутренних органов. Сейчас идет стадия доклинических исследований. Перспективы и область применения будущего лекарства оценила Александр Ширудила. Александра Швецова демонстрирует прототип лекарственного средства на основе тестикулярной гиалуронидаза М-фермента, который способен бороться с воспалениями, размещать трубцовую ткань, обладает антиоксидантными свойствами. Препараты на основе таких соединений известны давно, но именно сибирские исследователи решают вопрос создания новой лекарственной формы. На сегодняшний день уже существует гиалуронидаза в виде инъекций, свечей и ингаляций. И как раз пероральная форма позволит лечить, например, такие заболевания, как фиброзы с печенью связанные. То есть как раз фармакология развивается за счет расширения именно различных своих вариантов лекарственных средств. Чтобы защитить фермент от разрушающих воздействий желудочно-кишечного тракта, ученые приставили к нему своеобразных телохранителей. При помощи электронно-лучевой иммобилизации сшили молекулы гиалуронидазы с полиэтиленгликолем. Это позволило повысить усвояемость до 30%. Препарат должен помочь пациентам при острых панкреатитах, хроническом гепатите, заболеваниях печени, а также в офтальмологии для более тонкого рубцевания пораженных участков роговицы. На лабораторных животных мы сделали модель механической травмы и провели экспериментальное исследование, насколько ли при воздействии нашего разрабатываемого прототипа лекарственного средства будет восстанавливаться именно сама роговица. Препарат не только изменяет структуру соединительной ткани, но и снижает интенсивность ее формирования. Эксперименты подтвердили и хороший противовоспалительный эффект. Впереди новый виток доклинических испытаний. На лабораторных животных с ускоренным старением проверят воздействие препарата на внутренние органы. При старении в организме человека происходят какие-то необратимые процессы. То есть мы хотим посмотреть, как будет наш препарат влиять на эти органы. Фундаментальные исследования, положившие начало этой работе, провели коллеги новосибирских ученых из Томска. В нашем регионе же для вывода разработки в практическую плоскость сформировалось объединение Медицинского университета, Института клинической и экспериментальной лимфологии, а также промышленного предприятия. В ближайшие годы исследователи рассчитывают выйти на клинические испытания, после чего будут готовы масштабировать производство препарата. Александра Шерудила, Валерий Павлов, Новости ОТС. Посвятили более 8 тысяч первокурсников и открыли Международный клуб дружбы. На Михайловской набережной прошел парад российского студенчества. Новосибирск уже в девятый раз присоединяется к федеральной акции. Пообщалась и посмотрела выступления творческих молодежных коллективов Юлия Алиханова. Такие массовые праздники в новинку, признается первокурсник Василий Плаксин. Приехал учиться в Новосибирск из небольшого города. Масштаб мегаполиса поражает. Я побывал в Новосибирске вместе со своей подругой, и мне очень понравился этот город. То есть я на самом деле в него влюбился за три дня, что я тут побывал. Конечно, я захотел поступительно сюда учиться. На набережной много тех, кто в Новосибирск приехал учиться издалека. А кем будете? Программистами. Это прям мечта-мечта? Да. Мне очень сильно нравится этот город. Он очень комфортный, и поэтому я решила именно сюда поступать. Новосибирск, он такой масштабный более город, и возможности намного больше. Позади две недели учебы началась новая жизнь. Очень затягивает, тем более архитектурно, как творческое направление. Поэтому поступили туда с уверенностью, что будем архитекторами Новосибирска, будем менять этот город еще лучше. Меня Франклин, я из Нигерии. Я в Новосибирск учитель. А почему в Новосибирск? Ну, потому что наш университет в Севстрин – один из лучших университетов на архитектуре. Лучше в мире, да. Да, конечно. Сейчас в мегаполисе учатся около 8 тысяч иностранных студентов. На праздники торжественно открывают международный клуб дружбы. Это наследие Всемирного фестиваля молодежи, когда ребята, которые сегодня уже обучаются, в том числе иностранные студенты, рассказывают о том, как можно учиться, жить, а потом и работать в Новосибирской области студентам-иностранцам, и продвигают, собственно говоря, историю новосибирского образования далеко за пределы нашей страны. Парад студенчества собрал больше 8 тысяч первокурсников из 41 образовательной организации. Ребята знакомятся, принимают участие в интерактивных площадках. В 19.00 все внимание на сцену. Ступая в ряды российского студенчества, торжественно клянемся, быть верными единому духу студенческого братства, клянемся! Клянемся! Первокурсники вливаются в большую команду новосибирского студенчества и получают напутствие. Вы сегодня на пороге новой жизни, новых свершений вам. Пусть вас ничего не останавливает, ничего не бойтесь, идите вперед. Увлекайтесь творчеством, спортом, читайте книжки. И самое главное, самое главное, любите нашу Родину. Вы и будущее Новосибири, только вперед, ведь только впереди самое лучшее. Удачи! Юлия Алиханова, Наталья Цопина, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Почти 10 тысяч посетителей и 45 литераторов в Новосибирске подвели итоги Международного фестиваля «Книжная Сибирь». Три дня писатели и поэты встречались со своими читателями в ГПНТБ. Писатель питается впечатлениями. И поездка – это всегда впечатление, это первое. И общение с читателями – это топливо, которое не заменяется никаким другим. Абсолютно. Можно найти интересных людей в соцсетях и читать их. Можно читать читательские отзывы. Но живое общение и живые вопросы заменить невозможно. Общение авторов и читателей проходило в разных форматах – презентации книг, читки. Также в рамках фестиваля прошли концерты и круглые столы. На мастер-классах можно было научиться о замскорочтении, узнать, как писать сказки и детективы. Программа вместила в себя более 120 мероприятий. Ведущие издания России привезли на Книжную Сибирь новинки. На ярмарке по ценам ниже рыночных можно было купить детскую, художественную и научную литературу. На фестивале говорили не только о печатных изданиях. Рынок аудиокниг в России растет уже несколько лет подряд. Как их записывают и слушают, рассказал Илья Дементьев. Чтец из Калининграда записал более 400 аудиокниг. Аудиокниги — это палочка-выручалочка. Это тот момент, когда наш зритель, наш читатель, наш потребитель контента не может взять бумажную книгу и электронную перед глазами. Он в этот момент что-то обязательно делает. Или везет в машину, или может убирается, или какие-то еще домашние дела. То есть аудиокнига — это такое дополнительное подспорье. Но есть приятное, потому что они потребляют только аудиокниги, прослойка наших слушателей и читателей, которые потребляют контент только в аудио. И большое им спасибо, что выбираете сразу тот продукт, который помогает вам. На этом пока все. Еще больше новостей на Горсайте. Мы следим за развитием событий. До встречи. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 17 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет ясно. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Влажность 46%. Температура ночью плюс 4,6, а днем до 12 градусов тепла. В последующие два дня будет ясная погода. В среду плюс 14,16, а в четверг до плюс 19. С вами была Ольга Савельева. До встречи. Новосибирск Новосибирск Субтитры создавал DimaTorzok